всем добрый вечер добро пожаловать на вебинары команды мечты арман каждую пятницу мы говорим о продукции мы приглашаем экспертов нашей команды поделиться о тех продуктах которых они хотели бы рассказать поделиться со всей командой и на этой неделе нам очень повезло с нами профессионал своего дела врач дерматовенеролог высшей категории кандидат медицинских наук доцент специалист по доказательной медицине а также бриллиантовый мастер атоме альмира капанов на спасибо добрый вечер уважаемые партнеры добрый вечер дорогие атомианцы да мне ника предложила сделать такое небольшое сообщение минут на 20 о продукции выбрать несколько продуктов и сделать презентацию но мы посчитали посоветовавшись что все таки наверное мы сделаем несколько состояний и не акцент мы сделаем не на продукции и выбрали постовидные состояния позвольте мне сказать несколько слов о вообще проблеме которые мы сегодня будем говорить эта проблема волнует всех она появилась не так давно и это ковид-19 ковидная инфекция с которой мы уже живем получается второй год и мы уже научились с ней жить но уже понимаем механизм развития этой болезни и теперь уже появилось такое понятие как пост ковидный синдром появилось понятие как вакцинация при ковиде и появилось такое понятие как ревакцинация вот буквально несколько слов по каждому из этих понятий то есть то что мы будем жить с ковидом мы будем жить с ним до 26 года однозначно пока не выработаем коллективный иммунитет ну что значит научиться с ним жить должны будем болеть мы будем этой инфекцией блять будем повторно но наша задача укрепить свой организм и мы это можем научиться делать и ровно год назад мы с райхан делали презентацию опять-таки по ковиду на 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 семинаре нашего врачебного сообщества и я просто хотела взять эти слайды за основу и вот просто мне было интересно что же происходит в мире сейчас в научном мире касательно ковида и вот есть такая база доказательной медицины всегда мои выступления они направлены прежде всего к врачам к сообществу врачей и врачи знают что есть такая база данных доказательной медицины куда собираются все научные исследования и доказательства и они в свободном доступе любой из нас может набрать по обмен даже со своего телефона зайти в эту базу данных забить интересующую проблему и посмотреть сколько же научных работ сделано по данному направлению так вот если в прошлом году это было 65 тысяч в этом году вот буквально я смотрела вчера сегодня 187 тысяч статей то есть где вся медицинская общественность весь научный мир работают над этой проблемой конечно же волнует вопросы лечения ковида ну ковид мы научились лечить методом проб ошибок и тем не менее неоднократно меняя протоколы лечения и вы видите какой шквал статей научных был в двадцатом году как только появился ковид в двадцать первом году это четыре с половиной тысячи статей которые касаются лечения конечно же нас интересует и проблема вакцинации и уже о вакцинации течение последнего года 21 и некоторые исследования закончатся только в двадцать втором году мы имеем более 12 тысяч исследований то есть все имеет научную основу и научный подход и сегодня я бы хотела поговорить уже нисколько кстати вот о вакцинации если позволите буквально вот в нашем официально наших официальных официальных медицинских чатах появилось такое сообщение что с 3 декады ноября 21 года начинается ревакцинация но это отдельная тема я думаю что в принципе мы так-нибудь тоже в эфире об этом поговорим потому что это коснется каждого из нас особенно тех кто находится в группе риска то есть медицинские работники учителя сейчас я знаю что многие школы которые начали оффлайн обучаться заболели учителя из школ детей отправили на дистанционное обучение то есть это конечно тема отдельного эфира сегодня я бы хотела поговорить о постковидном синдроме это тоже новое понятие которое появилось буквально в этом году и что мы можем сделать с этим постковидным состоянием потому что практически все те кто присутствует вот на сегодняшнем вебинаре болел сам либо болели родственники либо болели родители и уже не понаслышке знают об этой болезни и последствиях которые возникают после перенесенной коронавирусной инфекции вот теперь после того как коронавирус существует уже практически два года появилось такое понятие как постковидный синдром ну то есть это понятно да что это касается пациентов которые перенесли ковид так вот ковид он настолько коварен что он дает долгосрочные патологические проявления которые сохраняются в течение длительного времени но теперь уже официально признали что более 12 недель причем это пост как поставить что это постковидный синдром другой какой-то альтернативный диагноз поставить невозможно потому что симптомы они необычные причем эти сам симптомы могут меняться они могут исчезнуть человек чувствует себя хорошо вдруг у него опять нарастающая слабость вдруг у него опять симптоматика возникает и практически вовлечены в процесс все органы и системы мы сейчас поговорим что же происходит с нашим организмом что же происходит с теми или иными органами нашими и этот новый еще мало изученный феномен современной медицины но однако это уже выведено в отдельную нозологию постковидный синдром уже признана мировым медицинским сообществом и заняла свое место международной классификации болезни мкб 10 но еще нужно учитывать что на течение постковидного синдрома оказывает влияние последствия терапии ковида потому что терапия ковида она тоже весьма агрессивная это и противовирусная терапия это и гормональная терапия когда гормоны даются высоких дозах и многие пациенты выписываются из стационара с высоким уровнем сахара некоторые даже на инсулине выписываются это и антикоагулянтная агрессивная терапия поэтому конечно же все эти состояния я постараюсь говорить очень простым языком во что это выливается а вот посмотрите что же происходит в постковидном синдроме ну прежде всего хочу сказать что изначально когда появился ковид его считали респираторным заболеванием что как то что вирус попадая в легкие поражает легкие и вот это первые полгода терапии когда был вот этот ажиотаж много летальных исходов это продолжалось до тех пор пока врачи клиники МГУ все-таки в результате каких-то наблюдений не пришли к тому что ковид это сосудистые заболевания что в процессе вирус вызывает сгущение крови вызывает тромбозы и следствием этого постковидного как раз таки является что идет хронический тромбоваскулит идет сгущение крови а сгущение крови влечет за собой вот эта плотная кровь она способна образовывать тромбы даже микротромбы способны поражать нервную систему способны поражать легкую легкие почки кожу и в отдаленном результате появляется риск тромбозов и тромбоэмболии или внезапной сердечной смерти вот не знаю сталкивались ли вы но вот в моем окружении есть относительно молодые мужчины которые в прошлом году перенесли ковид и в этом году они скончались от того что у них оторвался тромб то есть тромбом болею легочной артерии и говорят да вот как же так он такой здоровый молодой мужчина что с ним случилось а все очень просто идет сгущение крови у нас нет привычки контролировать общий анализ крови да мы даже на прививку идем шли в меди увидели очередь стали в эту очередь сделали прививку потом возмущаемся чуть-то врачи без всяких анализов взяли сделали мне прививку извините это вы должны были перед тем как пойти на прививку сдать кровь на антитела сдать общий анализ крови биохимический анализ крови определить додимер и только после этого идти на вакцинацию поэтому конечно никто не держит свою кровь под контролем и когда делается общий анализ крови и видят что гемоглобин высокий говорят о хорошо у меня такой высокий гемоглобин стоп это очень опасно высокий гемоглобин не есть хорошо высокий гемоглобин свидетельствует о том что идет сгущение крови и конечно же если в течение года идет такое сгущение крови то риск образования тромба и его внезапного отрыва очень высокий а вирусы инфицируют эндотели или внутреннюю оболочку сосудов и оказывает повреждающее действие в идеале внутренняя стенка сосудов она должна быть абсолютно гладкая потому что любой дефект эндотелия сосуда влечет за собой образование холестериновых бляшек то есть холестерин будет цепляться за вот эти повреждения внутренней стенки сосудов будет цепляться вот мельчайшие мельчайшие сгустки крови скопления тромбоцитов будут вызывать образование тромба если этот маленький тромб микротромб вдруг оторвется он может попасть в легочную артерию вызвать тромбоз мгновенную гибель человека да поэтому конечно же вот когда повреждается внутренняя стенка риск образования микротромбов становится очень высоким вирус попадает в центральную нервную систему все кто переболел вирусом ковид теряли чувство запаха восприятия запаха теряли вкусовые какие-то восприятия что происходит вирус попадает центральную нервную систему либо перевоскулярно либо через трансневрально то есть через обонятельный мир и повреждает ствол головного мозга вы представляете насколько токсичный этот вирус если поражается ствол головного мозга там находятся центры которые отвечают за восприятие запаха и вкуса идет интоксикация и соответственно идет повреждение центральной нервной системы пост ковидном синдроме больные из 80 процентов больных про то есть практически все испытывают такой приступ слабости вот если разговаривать с пациентами перенесшими к вид они говорят у меня все время какая-то слабость вроде бы только отпустила буквально через три дня я опять чувствую приступ слабости этот приступ слабости почти у половины пациентов сопровождается дневной или ночной потливостью а может быть и дневной и ночной потливостью более чем у 40 процентов пациентов наблюдаются кардиологии тахикардии нарушается регуляция артериального давления и могут быть кризы смотрите 30 процентов у трети пациентов вдруг у меня никогда раньше давление не поднималась в последнее время у меня все время я чувствую что нет нет поднимается давление а могут быть даже кризы гипертонические реже бывает гипотония но обычно гипотония либо ортостатическая когда больной стал резко у него закружилась голова это тоже может быть последствием к вида у 32 процентов пациентов развивается анемия то есть нарушается кроветворение в организме 30 процентов это тоже треть это много мне кажется это у меня литературные данные то есть то что я нашла в разных обзорах но по моим наблюдениям больше чем у 30 пациентов наблюдается постковидная аллопеция выпадение волос все время ощущаются какие-то неприятные ощущения со стороны кожи вот то что слух вкусовые ощущения восстанавливаются очень долго да наверное каждый сталкивался году кого-то там через три недели у кого-то через три месяца но тем не менее у меня остался извращенный вкус может быть у пациента извращенный вкус когда я не ем огурцы сейчас там я не пью томатный сок и такое тоже бывает это тоже последствия постковидной инфекции и 20 процентов это пятая часть пациентов жалуются на появление узелков и болезненность по ходу вен вообще флебиты это довольно часто встречающиеся состояния или варикозное расширение вен так вот постковидным пациентам у которых расширенные вены надо быть очень осторожными что значит очень осторожными то есть надо каким-то образом защищать свой организм и на сегодня я вот сделала такую подборку что же мы можем рекомендовать нашему пациенту как для того чтобы мы могли каждый вот этот симптомокомплекс или синдром или симптом этого синдрома предотвратить или помочь этому пациенту и коль сейчас уже доказано что ковид это болезнь крови кровяной системы что связан с сосудами связан с вязкостью крови любой ковид и постковид нужно лечить химохимом а вот как бы ни говорили что вы все любите химохим и он у вас как уже подшучивает что вы кроме химохима ничего не рекомендуете на самом деле абсолютно доказано что химохим разжижает и очищает кровь он улучшает вот реологию крови то есть снижая вязкость крови он улучшает кровообращение потому что вот химохим за что мы его медики которые работают в компании атоме очень любят а во время к вида он спас жизнь многим вот поверьте это реально просто мы договаривались заносили в реанимацию этот химохим и пациенты выживали которые были уже между жизнью смерти выживали благодаря этому химохиму и абсолютно доказано что он разжижает кровь потому что помните все бесконтрольно начали принимать в амбулаторных условиях царелту это препарат который разжижает кровь это было буквально вот летом прошлого года и параллельно начали пить химохим потому что мы стали его пропагандировать и говорили что пить во время к вида до 6 стиков и вы знаете многие получили кровотечение мужчины носовые а женщины маточные то есть химохим реально разжижает кровь его нужно вот эти препараты нужно схемахима пить осторожно и если человек перенес ковид и он в течение года будет пить химохим ему ничего не грозит вот те мужчины молодые в 55 лет которые скончались 58 лет которые причем скончались внезапно он сегодня был на работе он сегодня был в гостях а вечером его уже нет вот если бы они в течение года регулярно пили химохим они были бы живы на самом деле химохим это такой хороший препарат он настолько оказался своевременным именно вот в эпоху ковида и наличии пост ковидных синдромов то есть как он очищает кровь химохим не только разжижает вот он очищает лимфатические сосуды он очищает межтканевую жидкость если все эти токсины из организма выведутся естественно запустится иммунная система и иммунитет будет работать так как ему нужно работать отсюда будут усиливаться иммунные функции отсюда конечно у химохима есть еще одно очень хорошее свойство что он повышает выносливость да работоспособность повышает снимает стресс и панические атаки кстати один из пост ковидных симптомов это панические атаки очень много было пациентов которые перенесли в тяжелой форме ковид потом боялись выйти на улицу боялись сквозняков просыпались в холодном поту ночью это были приступы панические атаки и химохим на самом деле улучшает сон и снимает эти атаки но я что здесь все сидят приверженные к химохиму но просто чтобы я вам говорю так чтобы вы могли убедить тех людей которые еще не прониклись таким пониманием о таком препарате как химохим второй препарат который обязательно должен идти в купе с химохимом это омега-3 я только что сказала что ковид вирус поражает эндотерий сосудов так вот омега-3 это как раз таки биологически активная добавка которая предотвращает вот повреждение интимных сосудов вот это омега она как будто бы смазывает внутреннюю стенку сосудов и улучшает реологию или движение крови а вот когда есть маленький дефект на внутренней стенке сосудов представьте барыке вода бежит и вдруг палочка застряла поперек и вот этот мусор весь будет собираться вот так формируется холестериновая пляшка вот так формируется тромб на эндотелий сосуда так вот чтобы защитить обязательно нужно пить омегу омегу нужно пить пожизненно то есть это не значит что прямо ты 365 дней в году и всю жизнь пьешь ведь курсами пропил три месяца месяц полтора-два отдохнул опять пропил потому что это неизбежно потому что восполняется дефицит ненасыщенных жиров и рекомендуется людям у которых дефицит рыбы в рационе но мы живем в казахстане мы не живем на берегу моря поэтому у нас реально дефицит рыбы в рационе ну и конечно же первое показание это проблему в области сердечно-сосудистой системы но у омеги есть еще одно свойство то есть если вы выпиваете две капсулы нашей омеги вы восполняете потребность омеги то есть суточную потребность но если у вас симптомы ковида симптомы гриппозные симптомы каких-то воспалительных явлений чтобы защитить сосуды головного мозга нужно пить до шести капсул это тоже доказано вот чтобы опять не быть голословной посмотрите я посмотрела что же есть у нас такие результаты есть у нас по этим препаратам в базе данных доказательной медицины то есть это опять мой посыл врачам которые всегда мне говорят ой ну как же вы назначаете бады а как же доказательная медицина вот она доказательная медицина вот 18 результатов уже которые непосредственно про химохим то что химохим вошел в справочник гаэтар это тоже уже все знают это тоже справочник который включает в себя те препараты которые имеют доказательную базу поэтому наш химохим можете смело рекомендовать говорить что он работающий омега-3 99 результатов это только при ковиде если вы просто забьете омега-3 вы получите около 100 или даже больше тысяч научных исследований которые посвящены вот именно омеге-3 наша омега-3 очень хорошая дальше мы говорим идет повреждение нервной системы откуда потеря памяти откуда потеря обоняния откуда потеря вкусовых ощущений откуда вот это панические атаки откуда депрессия а это идет повреждение нервной системы что же происходит при ковиде при ковиде погибают астроциты это вот такие нервные окончания которые передают импульсы то есть их очень много и они очень быстро передают чем больше тем быстрее мы реагируем тем быстрее наш мозг реагирует если эти астроциты погибают естественно у нас теряется память так вот витамины группы b это как раз таки те препараты которые вернет тем добавки которые улучшают проводимость у этих астроцитов витамин b компании атоме содержит 8 видов витамина b и поддерживает здоровье нервной системы то что нужно принимать витамин b не сомневайтесь в ковидном состоянии это просто необходимо вот как раз таки он влияет на здоровье нервной системы и на уровне клеточного метаболизма но я не буду здесь перечислять функцию каждого из этих витаминов но вот вы можете посмотреть и вы видите что каждый витамин выполняет свою функцию и вот кстати у нас не только есть витамины группы b есть еще отдельно биотин это витамин b7 мы его обычно преподносим что он помогает или улучшает структуру волос и ногтей это так но у него еще есть одно свойство очень необходимое он способствует перерабатыванию глюкозы то есть те у кого имеется сахарный диабет это абсолютное показание для назначения витамина группы b в принципе мы можем все наши базы проверить вот в базе данных но есть одно но чем отличаются бады от лекарств и как оценивать их наличие или наличие доказательств вот в базе данных то есть то что витамин b эффективен это доказано или вот возьмем такой отстраненный пример не будем брать из компании атоме вот все знают что цинк он способствует заживлению трещин микротрещин на пальцах способствует росту волос и его назначают практически всем и когда я пациенту говорю там например вам нужно цинк он говорит хорошо а что мне купить вот я видел в аптеке цинкит мне его можно купить купите я знаю что цинк эффективен я имею доказательную базу но я не не могу дать пациенту никакой гарантии что в этом цинките есть цинк наша компания позволяет дать гарантию если мы говорим что это витамины группы b они реально содержатся если мы говорим что это омега там реально омега если мы говорим что это гинкобилоба реально наши гады содержат эти вещества гинкобилоба который я очень люблю это антиоксидант он мощный стимулятор памяти концентрации внимания и остроты мышления на самом деле что он делает гинкобилоба это препарат который действует на уровне мелких капилляров да даже артериол он расширяет артериолы и повышает тонус сосудов снижает проницаемость только проницаемость сосудов это когда опять таки повреждается сосудистая стенка при некоторых состояниях при воскулитах и как бы форменные элементы крови могут выходить за пределы сосудов вот когда мы получаем синяк мы получили удар повредили сосудистую стенку вышли форменные элементы и мы видим синяк ну это так скажем грубо а на уровне вот этих мелких мелких сосудов сосудистая стенка тоже может быть проницаемой так вот гинкобилоба она как раз таки за счет того что она как бы защищает опять таки стенку снижает проницаемость нейтрализует антиоксиданты улучшает обмен в тканях усиливает утилизацию получает глюкозы и кислорода и тем самым еще и препятствует возрастным изменениям кожи то есть со всех сторон этот препарат хороший и он известен давно он известен из разных компаний про него давно мы слышали и кто употребляет бады давно знают но в нашей компании он очень хороший очень качественный и я говорила что одним из симптомов при синдроме постковидном является анемия анемия это вообще такое состояние которое встречается не только постковидном состоянии я хочу взять чуть шире мне вообще нравится назначать бады атоме потому что вы знаете они настолько помогают другу и вот когда ты знаешь патогенез болезни ты просто как пазлы складываешь эти бады и ты получаешь результат то есть признаками анемии могут быть что заеды в углах рта стоматит и если пациент сдает кровь на то чтобы выявить анемию то обязательно нужно выявить это b12 дефицитная анемия или железо дефицитная анемия но если мы выяснили что это b12 дефицитная анемия то обязательно должно быть инъекционное введение витамина b12 плюс наши витамины группы b которые тоже содержат b12 если это железо дефицитное анемия то препараты железо и плюс наше негемовое железо, которое является растительным происхождением, не вызывает пошноты, не вызывает дискепсии, в отличие от других парам железа. Иногда, особенно дети, беременные, с целью профилактики могут пробивать это железо, или если это неглубокая аномия, достаточно ее, но имейте в виду, что такое гемоглобин. Для того, чтобы вырабатывался гемоглобин и его уровень был достаточный, необходим белок ферритин. Ферритин – это белок. Если в организм недостаточно поступает белка, то этот ферритин перестает вырабатываться. Значит, в организм нужно дать белок. Какой белок мы имеем? Мы имеем самый шикарный растительный белок – это спирулина. Причем дозировка спирулина, если обычно это две капсулы, если аномия, то 4-6 капсул спирулины должно быть. Плюс наш коллаген. Наш коллаген уникальный. Существует три вида коллагена. Коллаген животного происхождения, который получают из суставов крупнорогатого скота. Коллаген растительный, который спортивный коллаген, соевый. И коллаген морской или рыбий. Вот в компании «Атомик» коллаген морской. Он очень тонкодисперсный. Я, кстати, говорю и увлеклась коллагеном. Прошу прощения. И он как раз-таки, вот этот коллаген, он проникает очень быстро в тонко структурные коллагеновые волокна. В частности, такие волокна есть у нас в эпидермисе. То есть, когда мы восполняем вот этот уровень, вот будет то количество белка в организме, которое будет способствовать выработке филитина и восстановлению уровня гемоглобина в организме. Плюс гранатовое желе. Если вы дадите пациенту еще гранатовое желе, ну не секрет, все, когда мы идем в больницу, мы несем бутылку гранатового сока. Это вот все даже не сомневаются, что гранатовый сок, он полезен. На самом деле гранатовое желе у него очень много функций. Это прежде всего снимает признаки отопления диареи, помогает сосудам при проблемах щитовидной железы. Вот я нашла информацию, что помогает при снижении иммунитета, при истощении организма, при анемии и даже нормализует артериальное давление. То есть если это постковидное состояние, то обязательно для восстановления нужно гранатовое желе. Ну и еще группа у нас препаратов – это укрепление организма, потому что в постковидном синдроме, как я сказала, наступает остыния. Раз повреждается центральная нервная система, то наступает остыния. Прежде всего это сок нони. Вот его позиционируют как самый мощный в мире адаптоген. Адаптоген – это препараты, которые восстанавливают жизненные силы. И сок нони, и красный женьшень – это природные адаптогены. Они обладают тонизирующим эффектом. Все пациенты, которые принимают сок нони в постковидном состоянии, отмечают, что снимается слабость. Что если, особенно у детей это хорошо, как только появляются признаки, вот появляется температурка, кашель, побежали сопельки из носа, дайте сок нони, знаете, эффект очень хороший. Потому что он обладает еще и не только противовирусом, но и антипактериальным эффектом. Красный женьшень, его, конечно, в большей степени любят взрослые. Вот пожилые, у которых слабость, гипотония, потеря сил. Обычно, когда они начинают принимать красный женьшень, вот моя мама, моей маме 81 год, она говорит, вот я как начала пить стики женьшень, мне уже неохота лежать, мне охота что-то делать. Потому что у пожилых идет упадок сил, конечно. Поэтому это препарат, лучший адаптоген, признанный во всем мире. И обязательно в постковидном синдроме нужно его принимать, потому что нужно защищаться, нужно укреплять свой организм. Но здесь у меня подборка, вот если сказать, что в принципе в постковидном состоянии можно принимать все наши препараты. Если говорить о расторопши, она защищает печень. Вы представьте, сколько усинов прошло через печень, пока человек болел ковидом. Печень нужно спасать обязательно. То есть получается, что очень много, нужно просто составить вот такую хорошую программу реабилитации. Это зависит от кошелька вашего, это зависит от тяжести перенесенной инфекции, это зависит от того, сколько времени прошло. То есть нужно подходить, конечно, дифференцированно. То, что нужно пить витамин С постоянно практически, тоже никто не сомневается. Это мощный природный антиоксидант, чисто природный. Это аскорбиновая кислота, это химическая формула, а витамин С – это натуральный продукт. И не стоит забывать о вишневом тарте, о концентрате вишневого сока. Кстати, любители мяса обязательно его принимайте. Давайте мужчинам, которые, особенно казахи, которые любят концентрат без фармаки на ночь, потому что им грозит подагра, а вишня, она при подагре самый лучший препарат, который улучшает, облегчает состояние, потому что подагра – это очень поварное заболевание. И вот вишневый вот этот концентрат должен быть постоянно в рационе. Но пробиотик и псиллиум, для чего он нужен? Это, конечно же, очистка организма, выведение токсинов, правильная работа кишечника. Если же ребенок перенес ковид, то пробиотик ему жизненно необходим. Почему? Я уже несколько раз говорила на наших вебинарах, у ребенка 70-80% иммунитета находится в кишечнике. Вот внутренняя поверхность кишечника, она вся вот так выслана вот такими ворсинками. И между ворсинками находятся пейровые бляшки. Так вот эти пейровые бляшки, они вырабатывают иммунные клетки. И если у ребенка эти ворсинки функционируют нормально, если кишечник заселен правильной микрофлорой, то иммунитет включается моментально. И поэтому вот особенно сейчас разные штаммы вируса ковида вызывают разные симптомы. Сначала это был респираторный синдром, потом появился абдоминальный синдром, когда появилась тошнота, рвота, боли в животе. Последняя форма была, вот я разговаривала с директором ковидной клиники, он говорит, сейчас все приходят, по типу гайморита. Насморк, выделение из носа, боли в горле. Вот такие симптомы появились. Есть детей чаще в форме энтеровирусной инфекции. Вообще детей все время преследует энтеровирусная инфекция. Почему энтеровирусная инфекция? Да потому что пейровые бляшки перестают функционировать, и появляются сразу же симптомы. Поэтому пробиотики детям показаны, взрослым еще добавьте псиллиум, потому что вряд ли ребенок будет псиллиум пить, ему достаточно пробиотиков. Сок красного лука, мой любимый сок красного лука, он на самом деле инфицирует организм очень хорошо. Я не пробовала сок черного чеснока, но он тоже обладает противопаразитарным эффектом. Это в большей степени противопаразитарный, но вы представьте, что если иммунитет слабый, то и паразиты легко появятся в организме. Отдельное, наверное, надо сказать о наших мультивитаминах. Разноцветная еда, они натуральные, они тоже способствуют укреплению организма. И учитывая, что все-таки вот эти депрессивные состояния, бессонница, есть новинка, это лаксум, и я увидела анонс, что наша компания готовит к выпуску такой препарат, который называется мемофенол для улучшения памяти. Ну, естественно, мне сразу стало интересно, что это за препарат. Пролистала, наверное, вот он из серии, как меманитол или мексидол. Это препараты, которые являются ноутропами, которые оказывают стресс-протективное действие. Это препараты, которые назначаются при болезни Альцгеймера. И как только этот препарат выйдет, все мы должны его пропить. Это профилактика, ранняя профилактика болезни Альцгеймера. И, наверное, можно говорить о многих состояниях. А, стоп, еще хотела, знаете, как уж, коль я драматолог, сказать о постковидном аллопеции. Что такое постковидном аллопеции? Я извиняюсь, если я занимаю время, но мне буквально 2-3 минуты. Постковидная аллопеция. Когда приходит пациент, глядя на него, я сразу спрашиваю, вы болели ковидом? Потому что лицо серо-зеленого цвета, тусклые волосы. Что происходит? Что такое аллопеция? Это выпадение волос. К каждому волосяному фоллипулу подходит нервное окончание и кровеносный сосуд. Мы сказали, что нервные импульсы замедляются, кровеносные сосуды забиваются, волос плохо питается, и поэтому волосяной фоллипул погибает. Что нужно дать такому пациенту? Химохим, само собой. Витамины группы В – абсолютное показание. Гинкобилоба – абсолютное показание. Пиатин – абсолютное показание. Ну и коллаген. Обязательно, если у пациента аллопеция, нужно дать коллаген, потому что вы знаете, что волос полностью состоит из белка. Это же живой, даже не продукт, элемент, или как сказать, да. И плюс, конечно, наши шампуни, спреи, масло для волос, я про них не говорю, я говорю про баты. Вот это я вам тоже хотела сказать. Ну и аллергические состояния. Если у пациента аллергические состояния, учитывая, что он очень много принимал препаратов, идет там идиосинкразия, там уже все, идет шибко, идет сенсибилизация или повышение чувствительности и к пищевым компонентам, и к лекарственным компонентам, что нужно дать пациенту? Химохим, спирулина, псириум, пробиотик, кальций, который, вот это пьется на протяжении длительного времени, а кальций и омега чередуются. И если пациент это будет пить в течение 10-12 месяцев, даже сезонная аллергия увеличивается. Ну, благодарю вас за внимание, извините за задержку, чуть больше проговорила, чем планировала. Спасибо большое, Алимира Капановна, всегда было очень интересно, вас слышит всегда одно удовольствие. Спасибо. Спасибо за такую красивую презентацию. Спасибо. Да, тут в чате пишут, что готовы слушать вас весь вечер. Спасибо большое. Да, я, несколько вопросов из чата. Да, конечно, из чата, давайте посмотрим. Да, только по теме, пожалуйста, да, в чате были вопросы по сегодняшней теме, другие вопросы, пожалуйста, пишите в чаты, да, наш чат СМД, в Телеграме. Так, вот насчет крово-разжижающих средств, которые приезжает скорая при ПЦР положительном ковид и назначают крово-разжижающее средство. Можно ли его совмещать с химохимом? Смотря какое разжижающее средство, если это ксорелта, то в амбулаторных условиях нежелательно сочетать с химохимом. Если это просто банальный аспирин, то в принципе можно. Потому что я не знаю, что сейчас скорая назначает, но даже если это ПЦР положительный, прошло лечение, у нас же есть постковидный синдром и постлечение. Вот после излечивания ковидом вам точно надо практически год пить по одному стику химохима, чтобы предотвратить. А, кардиомагнил назначают, но он, знаете, он не такой сильный, но опять-таки, если пропеть, не знаю, обычно, мне кажется, можно. Не шесть стиков, но по одному два стика можно. Так, также был вопрос. Есть ли ограничения в БАДах при кормлении грудью? Есть. Есть. Химохим уже противопоказан. Наверное, можно пробиотики. Витамины осторожно, у ребенка может быть аллергия. Пальцы осторожно, потому что тоже у ребенка родничок, если не заросший он на грудном вскармливании, будьте осторожны. Первые месяцы нежелательно. Ну, был комментарий про выпадение волос. Я у себя это не заметила, но у Владимира есть, да, был такой. У меня был пустковидный, то, что вы говорили, синяк, да, появился такой. Шишка сначала на ноге, ну, в барикозное расширение, да. Было прям больно ходить. Да. До сих пор я этим страдаю. Поэтому обязательно пью Омегу, на гинка, как говорили. Да, то есть серьезное заболевание. Я, на самом деле, не придавала такому значения, пока сама не заболела. Да. Вот тут вопрос, дозировка витамина С 500 миллиграмм, если каждый день пить, не будет ли передозировки? Я думаю, что передозировки не будет, это абсолютно натуральный компонент, который поступает, быстро всасывается, быстро разрушается и выводится. Витамин детям с какого возраста можно давать? Ну, знаете, я думаю, что с двух лет точно можно давать. Я своей внучке с двух лет точно уже даю практически каждый день. Вопрос. Можно ли химохим беременным, кто перенес ковид? Мне желательно, беременным не надо. Он все-таки, он не только разжижает кровь, у него много других свойств. Он застимулирует, самое главное, тонус матки может подняться. Не стоит, наверное. Так, давайте последний вопрос. Если у человека после ковида образовался фиброз легких? Ну, что такое фиброз? Фиброз – это когда нормальная легочная ткань становится плотной, и тут, наверное, обладами уже и не поможешь. Этот фиброз останется. Другой вопрос, что нужно не заболеть повторно. А чтобы не заболеть повторно, нужно защищаться. Опять-таки, все, о чем я говорила, это нужно пить. Прямо составлять программу на год, и практически получается, ваты можно пить круглый год, чередуя одни с другими. Химохим можно до года пить спокойно, вообще не волноваться. Омегу пить тоже можно практически пожизненно. Спирулину тоже можно пить. Гранатовое желе чередуете с вишневым желе. И я думаю, там есть еще яблочное желе, про которое я сказал. Чем хороши соки в атоме? Это ферментированные соки. Они натуральные, они без консервантов. Они сохраняются. Если мы берем в пачках обычный сок, это что? Это высохший концентрат сока, который потом разбалтывается водой, и все. А в атоме это ферментированные специальные микроорганизмы, которые ферментируют этот сок и оставляют все самые ценные натуральные компоненты. Поэтому цена такая высокая. Да что у вас так дорого? Почему гранатовое желе? Ничего себе 37 тысяч. Так вы меня извините. Там такой концентрат гранатового сока. Там столько пользы. Или сок нони. Как это сок нони? Это вот эта бутылка стеклянная стоит 30 тысяч, мне одна пациентка говорит. Да, но там кладезь всего. Спасибо большое, Адмира Капановна, за ваше время. Я знаю, что оно очень ценное. Всем спасибо большое за то, что активно участвовали. Было очень много благодарностей в чате. Информация была очень полезная, актуальная. Вы выбрали тему очень нужную сейчас. Ой, извиняюсь. И давайте все будем здоровыми. Давайте заниматься профилактикой. Кто, к сожалению, да, уже столкнулся с этим заболеванием. Будем восстанавливаться благодаря продукции компании Атоми. Всем спасибо. Спасибо нашему спикеру. Да, запись будет. Смотрите запись. Также контакты Альмира Капановны будут указаны под видео в Ютубе. Если вы еще не зарегистрированы в Атоме, мы приглашаем вас в команду Альмира Капановны. Она является бриллиантовым мастером из города Семи, Казахстан. Но не имеет значения, в каком городе, потому что бизнес у нас глобальный. Всем спасибо. Спасибо, Альмира Ахмедовна. Спасибо, Мика. Спасибо, Мика. Спасибо всем, кто меня слушал сегодня, кто пришел на этот эфир. Спасибо огромное. Всем желаю быть здоровыми. Пейте БАДы Атоми, укрепляйте организм, защищайтесь и учитесь жить с ковидом. Учитесь. Всем до свидания. До свидания.